всем привет это проект альфа меня зовут николай фельдман антон черный с нами сегодня приветствую дружим приветствую договорились мы большой пласт вопросов поднять просто давно не было у нас нас друг с другом на связи поэтому начнем ведь много всяких событий и произошло и происходит хочется в первую очередь узнать поскольку ты там находишься близко к нулю близко к харьковской области это все что касается из актуальных событий относительно прорыва в россиян чем они угрожают на твой взгляд эти прорывы чем дальше тем больше их становятся по всей линии фронта в харьковской области в том числе как это все происходит что видно твоими глазами на территории харьковской области ну и других областей в том числе какие прорывы опасны и и чем они опасны непосредственно твой взгляд прорывы в данный момент идут по всей линии созна созвония со всеми то с многими так вот это особенно было да сейчас вот это прогресс там да вот это был маленький такой котел вовча вот это вот маленькие пяти котлы за счет опять же каких-то там ну это мы сейчас дальше придем к этому у нас есть точно такой же тут небольшой тоже не секрет не для кого село песчаная поселок песчаная они идут в чем как бы здесь у нас как бы их такая как бы их секрет не секрет их специфика работы они идут ни за не по типа не по возвышенностям не по высотам и идут по низине также как и в запорожской области они точно также идут то здесь точно также вот и как бы дошли им позволяло это полностью то есть это там если посмотреть но песчаная она находится в низине то есть она там и как бы она была захвачена синьки в к тоже самое это правая сторона если так мы со стороны и врага смотреть то это правая сторона и левая до сторона правый левый фланг если посмотреть на даже deep state открыть то посмотреть то в принципе нет никаких таких огромных если самим нам не сотворить каких-то им там спору там каких-то инженерных до каких-то как которые опять же должны были уже быть которых нет это правда их нет и там будет это это не секрет это можно говорить потому что сегодня только вот ресматривал буквально видео там не помню как человек но он тоже самое говорил по похоже тоже он тоже может быть видел может знает но говорил и факт такой что в принципе они идут все прекрасно понимают кто из харьковской области хоть чуть-чуть немного понимают кто в харьковской области был они идут на купинск но купинская им важен тут еще так как бы купинск это как . для чего это купинск в узловый есть самая близкая . к чему они сейчас идут с их стороны с нашей ну то есть для них самая это купинск узловый соответственно это железная дорога за железная дорога точно так же как в покровске не идут покровским чем интересен будет но там шахты террикон и мирноград но это красноармейск бывший знаете там привязав с покровского красноармейской может кто там не знает это красноармейка покров да и там тоже тоже очень большое раз разветвление идет понимаете разветвление идет в донецку область 10 talkingack узловые и так как ну это логистика логистика доставка бмп бмд тяжелого всего. Всего тяжелого. Это тоже доставка личного состава тоже гораздо. То есть это проще, чем представьте танк гнать или колонну танков, насколько это. Или ночью просто загрузить с рампы загрузить там сколько надо водителей и механиков. Десять человек, грубо говоря, и все, загружена колонна, и все, поехала. Точно там же эти десять человек разгрузили ее. Грубо говоря, за ночь там сколько там там же не такие большие километры. Правильно? Там загрузили пять танков, дальше поехал там эшелон, поехал там десять танков, загрузил там четыре БМП, загрузили два вагона личного состава, на обратном технику, которая побитая, забрали, погрузили на реставрацию. Правильно? И уже это как бы логистика работает. Понимаете? Им вот это интересно. Основная их такая вот... А дальше? Заберут они соответственно. Если они разбавят себе это логистикой, то есть это будет еще больше. Может это будет перегруппировка. Я думаю, у них опять будет какая-то перегруппировка. Обязательно. У них всегда после какого-то... Вот чего нет у нас, нас когда разбивают, вот я сколько раз стыкался с такой этой, нас когда разбивают, мы никакой перегруппировки не делаем. Мы никаких тоже... Ну, перегруппировка это, грубо говоря, сразу такой как бы и анализ, и как бы и командование понимает, что что-то происходит. И как бы и... Ну, то есть и личный состав понимает, его как бы в курс дела вводят, что он уже как бы понимает, что дальше будет происходить. Вот. У нас такого почему-то никогда не происходит. Ну, я, по крайней мере, не встречался с таким раскладом, так. У них это происходит. У них вот постоянно вот у них перегруппировка, вот у них перегруппировка. У них это... Перегруппировка это что означает? Это новая информация, новая территория для завоевания, понимаете? То есть они рассматривают уже то... Вот анализ идет того, вот у нас, допустим, есть там два батальона личного состава полных, да, там, допустим, и два забитых полностью, ну, то есть, танками, там, допустим, батальон танков, и там, там, 20 БМП, и там, например, там, 10 БТРов, да? Разведка у нас и БПЛА там. То есть вот это идет анализ. То, чего действительно максимально можно сделать, и то, что можно сделать минимально. То есть вот эту середину, наверное, как-то выбирают и делается вот это вот все. У них очень сильно практикуется сейчас на всех направлениях разведка боем. Разведка боем. Многие не понимают, что это такое. Разведка боем – это когда создается впечатление того, что будет большое наступление. Будет большое наступление. То есть идет дезинформация в рацию, как будто там разговаривают не 3-4 человека, а как будто вот много информации идет в эфир, то есть на перехват. Много непонятных каких-то новых позывных каких-то, хотя это говорит, может быть, один и тот же человек. Новые цифры какие-то, там, 602-604. Понимаете? Новые квадраты, которых нет на карте. Понимаете? Вот такая вот ситуация. Но это делают люди уже профессионалы. Те, кто идут, как личный состав, которые идут вперед, в основном это те, которых вот только прислали. И те, которые не владеют никакой информацией. Ну, то есть их вот вам прямо-прямо-прямо подойдите там. И для чего это делается? Для чего это делается? Там мелкие группы эти выходят, и это все происходит. Это делается для того, чтобы узнать, что с нашей стороны на этом направлении есть. На этом направлении имеются точки наши, высоты, на которых сидит пулеметчик, на которых сидит птурщик, на которых сидит РПГшник, там, то есть пехота, да, или там, на которых сидит там еще какая-то там, может быть, РЭПка какая-то. То есть вот такая вот ситуация. Это все разведка боем происходит. То есть они вытягивают на живца, да, можно сказать? То есть они кидают малую руку, не обученные? На рыбалке, да, да, как на рыбалке, грубо говоря. То есть тебя посылают, ты как бы, ну, ты не можешь не ответить, понимаете? То есть, ну, а потом уже, соответственно, это рисуется карта, рисуется карта, смотрят, вот тут точка, вот тут, вот тут, вот тут точка. То есть дали им там, арта в этот момент там чуть-чуть, может, что-то их миномет какой-то прикрыл для того, чтобы кто там был, тот, ну, вышел, да? То есть сильно не палятся, что у них там есть, да? Вот. А мы спалились по полной, потому что мы там, они могут там танк где-то завести, понимаете? Там танк на прогреве, там 20-30 танков, знаете, там вот так, ну, не 20-30, там, скажем, 10 танков. Все будут думать, ой, это наступление. И у нас, понимаете, сразу появляется, ну, и сразу все видно, у них там, как на ладони, сразу видно, так, кто куда что делает. Все, вот это есть разведка боем. Вот. У них очень сильно практикуется это, очень сильно. Они это, это еще так, я примерно так смотрел, это, это там и со Второй мировой, времен Второй мировой войны это все вот такое происходит. Ну, наши, как бы, да, эти все. То есть они какую-то тактику особую не меняют, ну, и, в принципе, ее не надо менять, она у них работает. Ну, и по факту, что для нас сейчас в этом всем, что можно сказать, это работает или не работает? Это отбитые территории, да? У них отбиваются территории, ну, зачищаются, грубо говоря, да? Я сначала долго не понимал, зачем вот эта борьба вся такая за эти, ну, лысые посадки, вот эти все поля. Ну, я сначала думал, ну, зачем, сколько, ну, зачем их сдерживать там? Ну, давайте их отдадим, и, как бы, на этом все. Мы, в принципе, ничего не можем там построить, ничего не можем там сделать, да, там, каких-то таких особых там моментов. Но потом я вот понял, у них конкретное, то есть я думал, они тоже, как бы, наступают просто по этим самым. Потом я посмотрел, как бы, по линиям этим всем, ну, там, по какому ресурсу. И посмотрел, они действительно просто продвигаются вот к этому, вот этой низыниванной шли, ну, типа, по низине вот этой, для того, чтобы вот это песчаное быстро забрать. Там, опять же, закрепиться, там есть уже, как бы, ну, то есть, зачем им поселок, там можно закрепиться, понимаете? То есть, в поле ты не закрепишься, а там уже все выкопано, грубо говоря. Там можно ночью копать, можно там, может быть, какой-то генератор выставить, там личный состав будет что-то там, я не знаю, там, ну, вот такая вот ситуация. Вот. Вот. И вот такая вот эта. Так, как ты оцениваешь их угрозу на Купинск? То есть, насколько вообще то, что они делают сейчас, то, что делают россияне, то, что делает российская армия на этом направлении, насколько оно угрожает действительно Купинску? Пока на данный момент, пока на данный момент, я бы не сказал, что оно там прям, прям сильно там угрожает. Но уже недалеко, скажем так. Ну, у них же, понимаете, тут целый комплекс идет. На этой, в этой, ну, в этой всей у нас, как бы, на этой территории у них целый комплекс идет. Комплекс в плане чего? Кабы, постоянные прилеты Кабов. Постоянные разбития, новые почты, скопление машин, магазины в Подлимане, Боровая, там, все это все, ну, все, я прекрасно все все знают. Центр Боровой полностью разбит, полностью разбит. Любое скопление машин, пролетает Орланд, любое скопление машин, любое, в лесу, ну, неважно где, прилет. То есть, ночью прилет, обязательно прилет. Вот, разбиваются дома, плюс Каб, это очень точно, это керованная авиационная бомба, да? Потому что, как бы, многие думают, Каб, Каб, что это керованная авиационная бомба. Вот. И, как бы, ну, прилеты точные, разбиваются, Боровую разложили уже полностью, Подлиман разложен частично, но, в принципе, новые почты, ничего такого не работает. Это уже, как бы, такая вот, магазины, там, эти все, полностью центр, все разбито. Это один, это то, что разбивается, как бы, морально, и, как бы, ну, морально, как бы, приводится в такое нежилое уже, да, там, состояние, города, как бы, какие-то поселки. Второе, это, как бы, комплексом идет артиллерия, да? У них огромное тут такое, то есть, они выезжают утро, утром и вечером отрабатывают очень плотно точки, которые, вот, были до этого, да, определены. Ну, и третье, вот это их штурмовые действия. Ну, то есть, штурмовые пехотные действия. Ихние машинки, опять же, повторимся, вот эти китайские, типа, для гольфа, это так смеются для гольфа. На самом деле, это просто электрокары, которые, из-за того, что у нас огромные разрывы, из-за того, что у нас огромные разрывы. Помимо того, что у нас огромные разрывы, я еще скажу, у нас на, на этих, на этой линии, как бы, стоит не одна бригада, не один батальон, даже раз разных батальонов, да, там есть этот самый. У нас между батальонами связи нет, ну, чтобы вы понимали, между батальонами связи нет. А между бригадами я вообще молчу. Плюс, давайте возьмем вот эти разрывы, огромные, ну вот возьмем там три человека здесь, через там четыре километра еще три человека. Ну и какой смысл от них, понимаете? То есть они как колокольчики работают, опять повторимся, то есть они увидели, что-то доложили, то есть от них смысл такой, что колокольчик, когда штабу быстрее куда-то отъедет. Вот это и все, как бы такая вот ситуация. То есть в них как боевая какая-то там суперчасть, там супер какой-то там, это колокольчики, обычные колокольчики, то есть там, ну поняли, маячки такое, расставили маячков, вот и все как бы. Вот, огромные разрывы, плюс, мы не можем, у нас как-то называется, не помню это слово, на R там как-то там, когда-то раньше проводили учение там вот, ну на полигонах оно так типа красиво звучит, все красиво вроде делается, да, вроде все, две бригады как бы в одну как будто объединяются, вот как одни работают, то есть. Ну у нас такого нет, у нас тут по факту, если вот по факту, уже на практике, такого не получается, у нас вообще непонятно кто где-куда пошел, непонятно какая волна, непонятно кто кого слушает, непонятно кто кого этот самый. Ну и плюс разрывы, и конечно у них все получается. То есть они получается врываются в эти разрывы, как бы проезжают электрокарами в основном, да, заходят? Могут электрокарами, могут как бы разные моменты есть, но как бы, понимаете, у них еще такой смысл, у них, они еще хотят отбивать позиции, те которые уже подготовлены, понимаете? Тут есть такой смысл, ну вот там, допустим, как бы просто проехать куда-то, да, ну просто проехали, взяли, окопались, ну и что, это нет никакого смысла, правильно в этом? А вот отбить конкретную позицию, понимаете, то есть есть смысл такой, в этом смысл есть такой, что можно зайти с тыла, можно хорошо разведать, что у нас есть, можно диверсию хорошую сделать. То есть тут для диверсионной группы делай, что хочешь, грубо говоря, тут в этой ситуации делайте, что хотите. Ну оно так и происходит, то есть это уже, по сути. Слушай, ты сказал, что песчаная взятая, это то песчаная, которая на, как бы, идет, ну получается, от Ягодного на Купянск-Узловой? Да, да, да. То есть, ну так получается, это уже очень рядом все, то есть... Ну, смотрите, там такое поселочек, блин, посмотри, ну да, там очень рядом, там недалеко, но смотрите, до Боровой 13 километров осталось, а это, чтобы вы понимали, ну... Как бы совсем, ну, посмотрите, если хотите, посмотрите, где Боровая где-то самая, ну, до Боровой 13, ну, это вот на сегодняшний день, я говорю. А, песчаная, да, тут есть два песчаных, я прошу прощения. Два песчаных, видите, там маленькая такая, внизу лицо. То есть, есть песчаная, получается, снизу Купянск-Узловой? Да, 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 да. То есть, это такой разрыв между, получается, между Боровой и Купянск-Узловой? Да, 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 да. Да. Понятно. Ну, то есть, как бы, получаются такие, условно, большие клещи вокруг Купянска? Да, да, да. Ясно. Я просто, я увидел, что там есть еще одно песчаное, песчаное прямо... Да, песчаных куча. А, вот тут большое, побольше есть такой поселок, да? Не-не, он пока еще... Понял. Так, ну, все остальные окружения и котлы, то есть, получается, едва ли не каждый день, ну, каждую неделю на 100%, ну, едва ли не каждый день уже происходят такие серьезные, постоянные продвижения и потери позиций с нашей стороны, подготовленных позиций сзади нет. Как так? На что мы рассчитываем так-то? Куда это все идет, на ваш взгляд? На что мы рассчитываем? Ну, не знаю, сегодня президент, вроде как мне говорили, в Волчанске, да, поздравляют ССОшников, насколько... Ну, я такое вот что-то слышал. Вроде как бы верховный головнокомандующий там... Ну, не знаю, обычно, когда он приезжал, вот вспомните, в любой город, в который он приезжал, мы почему-то всегда теряли. В Бахмут приезжал, теряли Бахмут, в Северодонецк приезжал, теряли Северодонецк, вот, как бы... Я вот как бы ни на что не намекаю, ну, как бы у нас вот эта тенденция идет, он куда-то приезжает, и постоянно приезжает, поздравляет, и после этого всегда какая-то вот какая-то фигня происходит. Я не знаю, ну, почему, может быть, это специально как-то, может, я обращаю как-то на это внимание. Ну, мне кажется, что вот как-то в этом всем есть какая-то это... То, что он показывает, не боится, как бы, что он туда приехать не боится. Ну, это такое дело. Ну, я думаю, что это так себе такое. А, к чему, мое мнение, то, что, к чему это все, что нам дальше делать, ну, я думаю, что мобилизация должна быть еще, как минимум, хотя бы каких-то людей сюда должны добавить. Потому что у нас это единственная такая большая проблема, потому что, ну, держать территорию, ну, грубо говоря, такую линию, то это, ну, везде, если на Донецком направлении прорывы идут, на Донецком, так там уже 8 лет копали, 8 лет копали, там действительно есть линии, там есть действительно высоты, там действительно, ну, как бы, сосредоточены большие, как бы, количество, ну, там, и нашей техники, и там всего, и, как бы, логистика наша там хорошо работает. Ну, тут же, как бы, вообще совсем по-другому. Поля, 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 и потом, бах, город какой-то вырос. Угу, угу. Окей. Что касается вопросов, связанных с пополнением, по бывшим заключенным мы разговаривали в прошлом. И мне кажется, важно проговорить, что изменилось, то есть, как повели себя эти люди, то есть, насколько они показали себя лучшими, чем те, кто приезжает с ТЦК. Смотрите, я был, как бы, высказался там, в прошлом, там, эфире, там, или, пазл, в прошлом, помню, негативно, то на данный момент я, короче, поменял мнение, очень сильно, очень сильно поменял мнение. Люди, как бы, что мне понравилось, очень, во-первых, их загоняют в большие рамки. Вот, многих из них не оформили, могу сказать сразу следующее, вот, и многих из них не оформили, то есть, они, вот, подумайте сами, мы дали людям оружие, мы их выпустили из тюрьмы, выпускаем, да, даем людям оружие и не платим им зарплату. Ну, что будет дальше, скажите. Ну, понимаете, что, как бы, ну, то есть, и мы не оформляем, человеку не дают, не делают, не пас, то есть, многие там, без паспортов же были, понимаете, там, многие там были без, там, каких-то, там, этих самых документов каких-то, да, ну, то есть, я знаю просто про то, что говорю. И им эти документы не делают. Не делают для чего. Они сразу-таки поняли, так, конечно, нас будут отправлять на штурмы. Соответственно, для того, чтобы, если ты человека оформляешь, да, грубо говоря, вы оформляете, это не только зарплата. Я открою маленький секрет, все забыли про то, что ты оформленный, и в случае твоей гибели твоя семья получает 15 миллионов, да. Если это на данный момент у нас там призвали, там, 5,5 тысяч заключенных, да, грубо говоря, я не знаю, как во всех бригадах, ну, в некоторых, я там, 36-я, 35-я знаю, что не оформляют их, это, грубо говоря, людей 10 человек отправили, 10 человек неоформленных людей, грубо говоря, сказали вот по-тихому, вот, исходи. Это уже не 15, это 150 миллионов сэкономленных, если они погибли, да, понимаете, то есть не надо ничего уже там, не надо их ни выносить, ни хоронить там, ничего там, ну, то есть это уже им как бы неоформленный человек, понимаете. По поводу того, разница в людях, во-первых, это системные люди, что мне понравилось. Они не спорят, они не спорят, они очень сильно стесняются идти к руководству, мне это очень так как-то, ну, для меня, я не знаю, как-то это, как-то, воспитанность какая-то, вот они, значит, они друг друга сдавать не будут, то есть это уже хорошо, это уже хорошо, то есть, да, есть воспитанность, вот, я ему говорю, слушай, подойди, вот, у него работа такая, это его служебная обязанность, он обязан тебя обеспечить тем берцами, теми, там, я не знаю, едой, полностью все, это есть конкретный человек, он обученный, он обучался там в каких-то высших заведениях для того, чтобы ты, такие как мы, ну, или такие как он, ели, пили, были одеты и обуты. То есть не надо стесняться, это надо подходить и спрашивать, да, но они как бы вот этого боятся, у них как бы сотрудничество, вот это вот кажется, это им кажется сотрудничеством каким-то, да, вот. В плане того, что, во-вторых, как бы пацаны там многие, которые вот приехали, мужики, пацаны, они действительно как-то, ну, я не знаю, у них как-то мотивация действительно есть. Я почему-то думал, что приедут, они сразу все поразбегаются, но они как-то так наоборот, все как-то один за одного держатся, и если ты им правильные доводы доводишь, правильные, то все, они не смотрят на закон, поняли, там никто закон этот, ну, так, знаете, сквозь пальцы. А вот если ты правильные доводы доводишь, то если тебя уважают, то они за тобой пойдут. Если ты тебя не уважаешь, ты неправильные какие-то доводы доводишь, там, ну, мы разговариваем о том месте, где законы и так не работают, грубо говоря. Они и так никак не работают. Как тут будут они работать, когда тут люди людей убивают? Ну, и получается, как бы, вот, мне, сейчас за ними все гоняются. Поначалу, я же говорю, Верес, вот, смотрел его интервью, он хотел себе в К-2, К-2 это с 54-й бригады, это, я, как бы, знаю, я давно знаю, как бы, что это за подразделение, вот. Вообще, но, раньше дислокации место было, знаете, да, 54-я где стояла? Вообще, это был Бахмут, это в Бахмуте, подразделение К-2 из Бахмута вообще. Вот, ну, самый этот самый. То, вот, Верес говорил, он говорит, я сейчас за ними гоняюсь, но ему не дают в К-2 почему-то этот самый. Ну, вот, я тоже самое, я тоже мнение поменял, я сразу думал, что это будет какой-то беспорядок. Знаете, такой, я так прикиг, думаю, ой, да это сейчас начнется. А на самом деле нет. На самом деле они гораздо мотивированнее, чем те люди, которых в бусик запихали ногами, понимаете? Вот это вот у нас же продолжается, только телеграм открывают, там вот это, то в Виннице кого-то запихали ногами, то там в Одессе, вообще, я вот смотрел недавно, в Одессе, по-моему, в Одессе, да, то там вообще такой мужик, девочку такую как бьет, я вообще не понимаю, за что он ее бьет. Ну, типа, там просто, ну, типа, что ты хочешь показать этим, вот я не понимаю, ты в форме, и ее, ну, она маленькая такая, ты что-то там, не важно, что она говорит, да пускай она тебе там, я не знаю, что там тебе скажет, а не важно, что она сказала. Просто, ну, по факту, она не нарушает ничего, все, не нарушает, так это иди от нее, все, не давай ей там, ну, стой так, как, ну, там, я не знаю, зачем ты ее там переучиваешь, начинаешь воспитывать, бьешь ее там, ну, это уже друг, ну, как бы разные вещи. Вот. Такая ситуация. Да, если говорить, то есть, давай подытожим по заключенным, получается, бывшим, то есть, оказывается, что и качество их мотивации выше, и, скажем так, вовлеченность у них присутствует, есть хорошие отзывы о том, что они из себя представляют, но при этом есть разное отношение к ним, в том числе со стороны руководителей бригад или батальонов и так далее, то есть. Да, 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 да. А чем мотивирует, то есть, только сэкономить деньги, как бы, и все, мне вообще сложно представить, как это можно человека из конкретного места лишения свободы взять и не оформить, это же как, он же там по документам выбыл, его же нужно где-то закрепить по документам. Я говорю, как есть, их так половину не оформляют, но я не знаю почему, не половину, может даже там, может быть, знаете, я думал, может это как, знаете, вот возьмут там какого-то одного, который там, грубо говоря, там, ну, к ним там, вот, ну, приближается, для того, чтобы, может быть, руководить этим, понимаете, вот если ты хороший, мы тебя оформим, если ты плохой, то мы, как бы, тебя оформлять не будем. Это возможно, я не говорю, что так есть, но это, возможно, один из способов, то есть, чтобы все легко так не было, знаете, вот, то есть, как способ руководить ими, возможно. Как они на это реагируют, что, что известно? Вот у них отдельная рота, полностью их набрали, их не раскидывают по ротам, они один за одного, вот, если, как бы, нас, как бы, там, хотели столкнуть лупами, да, то потом по разговорам, как бы, все сразу поняли, что они, как бы, они говорят, нет, мы, объясните нам, вот, неправильно, если наши, как бы, гонятся просто там за тем, что, ой, бы, не нарушить, что там про меня подумают, они за этим уже не гонятся. Они гонятся, они, ну, в принципе, это правильный подход, профессиональный подход, когда, допустим, тебе ставят задачу, тебя должны чем-то обеспечить, и тебе должны дать информацию по этому конкретному району, ты должен конкретно как-то это отработать, проанализировать, да, старший, там, взял, там, допустим, мне надо тогда, там, мне для этого, там, задание нужно, там, там, 10 человек, 15-20 человек, мне для этого нужно вот это, вот это, вот это. То есть, если этой информации нет, а им не дают эту информацию, соответственно, да, потому что, ну, как, грубо говоря, я не знаю, почему ее не дают, потому что, ну, как, будет основание не делать это, понимаете, не надо, то есть, ну, как бы, и наши, как бы, и они правильные задают вопросы, не получают правильные ответы, не получают правильные ответы, и, соответственно, ну, даже если он не будет выполнять приказ, то, в принципе, этот приказ, вот это вот совдепия по поводу сначала надо выполнить приказ, потом обсудить. Нет, это не работает, это не работает. На злости какой-то, на эмоции, там, жесткости какой-то, там, кто-то, если ты боишься, то это сработает. Но если ты уверен в этом, в том, что ты прав, в том, что тебя действительно должны, ну, ты так подкованно сказал, мне для этого задания нужно, там, два ПНБ, два Мавика, ноутбук, например, и дайте, либо дайте мне уже облеты, только свежие облеты, не позавчерашние там, а сегодняшние облеты, пожалуйста, мне. Я завтра утром выхожу, например, дайте мне вечерний облет этой территории. Если вы говорите, что там на точке 227, например, никого нет, так, ну, покажите мне действительно этот облет. И они задают эти вопросы. Они задают эти вопросы, и командование пофыркает, то есть, ну, знаете, они при таких, которые склонны очень к ним выполнять их приказы, понимаете. У нас же еще такое вот гуляет, такое мнение еще, знаете, я еще так вот слышал, ну, вот, если люди не умирают, значит, никакие задания не выполняются. Знаете, вот у нас так вот мнение такое гуляет. Вот если там вот рота, допустим, поцелее, а вот эта там послабее, да, то если она там поцелее, то значит, они не такие задания выполняют. То есть, у нас все в горе меряется, поняли. Ну, то есть, не подходу профессиональному, а в горе, как вот людскому горе, понимаете, что... Да у него взгляд, вот я там недавно встречал, я вот такой весь на бодрике, и там, и так, а там сидит одна военная, говорит, ой, это ж ты, наверное, нигде не был, это, я говорю, в смысле, я нигде не был, потому что не знаешь, что я вообще везде был. А она, ну, я как бы не доказываю там, я просто, это ж ты нигде не был, а что, говорю. А, ну, я говорю, обосновь, как ты, ну, ты ж там что-то... Да у тебя взгляд, говорит, не, типа, не, 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 типа, как это, ну, типа, не такой, типа, не обиженный, типа. Не грустный, не обиженный. Я говорю, да, так что ты, говорю, ну, так это, да, да. Да ты выглядишь, говорит, типа, у тебя, типа, ну, как будто все нормально. Так я говорю, ну, так, а что мне, давай, я сейчас руки опущу, ну, да. Не, ну, представляете, типа, надо вот понимать у человека какое восприятие, то есть, если он что-то пережил, То есть он должен обязательно это показать всем, понимаете? То есть вот такая вот психология, то есть давайте будем все грустить, вот это, кури сигареты такие, ой, боже, боже, да. И понимаете, ну такая вот психология, да. Да. Ну слушай, это же при том, при всем, ну я знаю, как бы мы не говорили о том, что надо ли это говорить или нет, но я скажу, мне кажется, это важно. Я же знаю, что между нашими эфирами, предыдущим и нынешним, ты попал в больницу. Потому что и переутомления были, как бы, и все такое, и были хорошие эффекты, связанные с этим. И ты не долечился и приехал обратно, потому что, как бы, там еще куча всяких приключений с больницами, которые ты мне рассказал. Да, 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 это ужасно вообще. Ну и при этом никто не, вот так вот смотришь, наверняка нельзя сказать, да, что ты пережил там что-то, какие-то были проблемы, то есть все как обычный Антон, все хорошо. Да, да, конечно, да, 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 все нормально, да. Ну да, ну а им надо, чтобы ты, короче, вот с умной ходил такой в обиде, все, все плохо, ты такой должен, все, все, уже надо, короче, это крайняя точка, дальше все. Больше воевать не будем. Больше и все, хватит. Да, слушай, ну, как бы, давай попробуем создать рекомендации, а что нужно было бы сейчас прям сделать, чтобы поисправлять ситуацию с бывшими заключенными, потому что, получается, среди них есть военнослужащие, ну, бывшие военнослужащие, которые попали в место лишения свободы, как бы послужив, и потом там почему-то у них там что-то случилось, и они оказались в этих местах. То есть это как бы, это потенциал для кадрового резерва, это люди, которые, по сути, добровольно хотят выйти из мест лишения свободы в обмен на то, что они будут служить. То есть это обычные добровольцы, и с ними абсолютно нужно, ну, находить подход абсолютно обычный, тем более, если ты говоришь о том, что за ними гоняются, их хотят получить себе в распоряжение и не могут, то есть есть определенный, ну, скажем так, запрос на то, чтобы именно этих людей привлекать. Но, получается, такими действиями различными, командования, наверняка будет информационный обмен между ними и теми, кто хочет, может быть, присоединиться к ним сейчас, может быть, даже и нас смотрит и хотел бы вовлечься в бронесылы. Но, услышав то, что происходит, или получив информацию от них, я наверняка уверен, что они обмениваются. Конечно, там связь есть. Да, и они просто как бы перестанут вовлекаться, то есть они, а зачем им вовлекаться, если их не оформляют, если можно, черти, как бы, куда их послать, ничем не объяснять, ничем их не обеспечить. Давай попробуем создать рекомендации, как бы это все можно было бы исправить, на твой взгляд. Смотрите, я знаю то, что в Волках да Винчи набрали туда тоже, как бы, пацану, там отношения очень хорошие к ним. Там сразу приставили там хорошего, ну, там, я знаю, братыма еще с 24-й бригады, да, вот туда же перекинутого. Вот он у них там старший, и они там как бы, ну, сразу им там и ходили, обули. То есть надо людское отношение, то есть вот этим людским обогреть правильное, то есть, и уже смотреть, кто пользуется этим, как и с любыми, знаешь, как и с любым человеком. Только у них же, понимаете, еще у них есть такое, как бы, там негласные вот эти законы, за которые они действительно потом, как бы, каждый из них уже примерно знает вот эти вот законы, да. Ну, как бы, вот это, что если к тебе люди будут с добром, если будут отзываться, как бы, на твои проблемы, а ты будешь там постоянно какой-то фигней страдать, то, как бы, ну, понятное дело, что к тебе повернуться, да, не лицом. Вот. Я хотел бы, конечно же, я призываю к тому, чтобы к ним относились как к людям, как к обычным людям. Даже не то, что как к обычным людям, у нас это такое, как к обычным людям. В принципе, пообщаясь с многими из них, пообщаясь с многими из них, даже там, которые долго сидели там, и даже, да, ну, они так, не такое уж там, не такие уж они и плохие люди, я вам так скажу. Ну, вот, там, какие-то там, я не знаю, там, ну, грубо говоря, у нас просто вот этот страх какой-то постоянный, ой, там, то он там в тюрьме сидел, то он там этот, ну, я не знаю, я так общаюсь, как бы, то мне даже, я даже, если честно, некоторыми моментами и не замечаю. Некоторые даже в тюрьме не сидевшие, знаете, то хуже себя ведут, чем, как бы, ну, те люди, которые там под надзором этим были. Вот, я хотел бы, конечно, чтобы их там, как обычного мобилизованного взяли, тем более, может, даже в каком-то моменте, даже лучше, потому что он эту доброту поймет, понимаете, может, даже в каком-то моменте и лучше. Он с места, у него и так жизнь, представляете, он с места лишения призывает, он же, это же не на прогулку он уходит, многие думают, ой, освободили, что его освободили, куда его освободили, если бы его в Киев посадили в Министерство обороны, это одно кино, или в Генеральном штабе документы печатать, это одно кино. А так его освободили, так, ну, конечно, куда его освободили, на передок, на переднюю линию, ну, на фронт, это такое освобождение, половина 90, ну, я могу сказать, так, 70% из них, это, да, это 200, да, это двоечки. Остальные, либо 300, либо покалеченная психика полностью уже, понимаете, и опять вернувшиеся в места лишения свободы, понимаете. Ну, то есть, их тоже там надо пожалеть, они тоже, как бы, тоже люди, надо, как бы, понять, у них еще хуже, грубо говоря, судьба, им надо еще немного добрее относиться, мне кажется. Дружи, а как вам удается, находясь в боевых действиях достаточно долгое время, ну, все время, более 10 лет, получается, уже, сохранять психику? Да, у меня, как скажем, я, смотрите, раньше я очень-очень сильно отдавался, вот, когда был там окопы, там полностью вот это вот все, грубо говоря, передней линии, я очень сильно отдавался, как бы, внешнему миру, внешним, как бы, скажем так, вот, ну, личному составу, который рядом со мной, постоянное общение, смеяться там, даже когда страшно, поняли, вот это вот, иллюзия какая-то там, ну, создавать какую-то, грубо говоря, иллюзию, внушать себе что-то другое, грубо говоря, ну, прилетело, ты, ба-бах, ого, там, прикол тянешь, грубо говоря, ты, что там, это, вот, вот, в такую иллюзию. Потом вот, со временем у меня уже, когда пришло, вот, как чуть-чуть уже, я уже долго там пробыл, да, сейчас я больше выбор такой сделал, выбор одиночества, не тратить лишнюю энергию, наоборот, сейчас, в данный момент, я все воспринимаю для того, чтобы каждую свою энергию, там, ну, каждую свою, там, килокалорию, да, килокалорию, это, энергию как-то воспринимаю, производить как-то, ну, то есть, все зависит от следующего шага, знаете, вот тут идешь вот так, тут идешь вот так, и вот, для того, чтобы не, я, ну, как бы, вот, во многом, когда я долго перестраивал себя, долго пытался перестроить себя, вот, и в данный момент я вообще выбрал такое вот, один из выходов, это такое одиночество и очень узкий круг общения, то есть, очень узкий круг общения по каким-то интересам, действительно интересам, то есть, не то, которое тебя принуждает, чтобы это тебе интересно было, да, в данный момент, здесь, там, быт какой-то, А если это действительно интересный, то есть здесь тоже можно, вот видите, смотрите, мы как-то с вами нашли, да, там уже какие программы проводим, да, меня там зовут уже на какие-то, там увидели опять же у вас там в пабликах постоянно, в каких-то телеграммах, каналах там постоянно там обещают про там, вот там он то сказал про дроны, то про там это, да, то есть все возможно. В принципе, если не паяться, конкретно на службе, конкретно на службе найти себе еще, как бы, какой-то так глоток кислород свой, да, какой-то, какие-то такие моменты, но опять же, это мне подсказал же, ну, как же тот замполит Богдан, да, Нагорный, который у меня был, он как бы, я тоже раньше был, тоже, я же говорю, пропаянный был вот это все, пропайка такая, вот это все, горнуть вот это все это, а потом он мне чуть-чуть, я же говорю, повернул ракурс, говорит, слушай, ты же, ну, типа, вот умеешь там вот это, вот это, вот это, сколько прошел, и мы постоянно с ним общались, постоянно все вот как-то, он постоянно дает, мне понравился этот момент, что он постоянно дает людям шансы, знаете, вторые шансы, чтобы там, чтобы там не произошло, ну, там прям вообще, когда уже, ну, чувствуешь уже, ну, все уже, там, ну, типа, в моем бы понимании то, как меня учили, ну, должны были, типа, его там заплевать, заклевать, он меня научил совсем другому, что это вообще можно к человеку подойти, и он действительно, ну, типа, смысл, что ты его, заплюешь-заклюешь, ты что, лучше станешь? Ты не станешь, ты станешь только хуже, понимаете? Злее, вот. Ты будешь думать, мнить там себе. То же самое ты можешь сделать с точностью наоборот, просто человека понять и сделать какие-то там, чтобы человек сделал какие-то выводы. И ты уже будешь там собеседника какого-то, например, да, себе. Человек может заставить там себя подумать. Он же в этот момент, когда, знаете, какие-то шоковые ситуации переживает, после отходит, и у него какие-то мысли, уже интерес какой-то есть, знаете, вот. Вот. Думаю, важные советы тем, кто служит и долго служит. Я думаю, это важно. И стоило бы проговорить. Спасибо за эти ответы. Так, очень интересно тут проговорить то, что касается вообще обеспечения. Непонятно, как бы, история до сих пор. А что у нас с обеспечением по поводу снарядов? Были разные самые сигналы и в отношении, там, президент говорил, мы помним, там, снарядного голода нету, обращений, значит, за снарядами больше не поступает, проблем нету. Потом были отзывы о том, что это не совсем так. Потом вроде что-то еще как бы поменялось, где-то кто-то что-то подкрутил относительно снарядов, именно артиллерии и так далее, работы артиллерии. пошла вроде как помощь какая-то после, особенно, последнего саммита НАТО. Валерий Залужный постоянно говорит о том, что нам нужно давать еще больше, давайте нам не только то, что у вас на складах старого осталось, давайте нам и новое вооружение. Что вообще по вооружению, насколько чувствуется, что какая-то ситуация, она куда-то меняется? Ну так как, смотрите, по поводу того, как вот снарядного голода нет. Но снарядный голод это еще не все. Ну как бы снарядный голод, я бы не сказал это... Сейчас у нас в основном идет такая война вот этих дронов, да? Такие вот дроны. Дроны у нас в основном, вот у нас до сих пор нет этого госзаказа какого-то, да? У нас нет этого госзаказа. То есть основное, откуда у нас берутся дроны, FPV-дроны тоже, да? FPV-дроны и дроны обычные, да, скид для скида. Откуда они у нас берутся? Это волонтеры и фонды, да? Ну волонтеры и фонды в основном. То есть это, грубо говоря, лично уже мое такое типа желание, да? То есть если я не буду, а если я не буду там, ну моя группа, например, ВПЛА не будет желать этого, то в принципе никакого, то есть движения не будет. То есть госзаказа никакого нет. По поводу Валерия Федоровича Залужного хотел сказать. У него недавно была пресс-конференция, я ее прослушивал. Очень правильно, очень правильно он там сказал, там я буквально пару фраз его там выдерну. По поводу тирании, он сказал, что надо готовиться не к всем странам, которые готовятся, быть готовыми к ответу к тирании вот этой. То есть это не только Россия. Он не сказал конкретно Россия, или там, он сказал тирания, то есть это он обозначил какую-то, да? Там, ну, я думаю, многие понимают, про какие страны я говорю, да? Вот. И мне понравилось, вот я просто об этом очень давно говорю, как бы очень давно, он сказал, что вот у нас есть такое вот тестирование оружия на территории Украины, новых технологий каких-то. Я считаю, что это очень правильно, очень правильно. Проработать, допустим, какие-то новые, то есть мы можем, грубо говоря, и тестировать сразу, и убивать врага. Понимаете? Что-то новое. Не то, что там пылится у них там, а то не получается так. Приехал там наш президент что-то просить, там какую-то это, они такие, ну, набили себе цену, как на рынке, да, каком-то, на дешевом. Набивают себе цену, зная, что уже нам что дадут, что не дадут. Нам надо правильное, вот он правильно, он очень всегда верный, я думаю, он уже что-то знает, он просто так никогда не говорит. Я думаю, что он, вот какой-то, какой-то момент, я думаю, его, вот этих слов, что новые технологии, новую технологию, то есть надо приручать, чтобы у нас тут, что она на фронте, приносила нам результат. Это очень правильный расклад. То есть, проработать ее, просмотреть действительно, может быть, это будет как, пускай это будет, пускай это будет, как в магазине рекламы, пускай это будет, как в магазине рекламы, но она приносит нам результат. Понимаете? То есть ее можно будет брать, бесплатное, грубо говоря, тестирование какой-то там штуки, которая будет приносить нам результат. Мы ее не покупаем, мы ее там не, то есть, грубо говоря, приехали, попробовали работать, все класс. Ну, Ну, для этого там какой-то запасной план придумали, там, допустим, если нет, то по старой схеме там что-то там придумали, да, бахнули как-то чем-то другим. Вот, понимаете, то есть всякие вот эти технологические, время же, ну, типа, война не стоит на месте, время не стоит на месте, война, соответственно, не стоит на месте. Время войны многие у нас воспринимают, опять же, как горе, понимаете, ее можно воспринимать по-разному. Я считаю, что время войны можно воспринять все-таки как замена каких-то там, проработка себя, например, да, может быть, это какой-то новый шанс для кого-то стать кем-то, понимаете, то есть это как вариант какой-то, понимаете, то есть как шанс. Можно ее воспринимать как горе, да, это понятно, горе, это понятно все, но если ее воспринимать, начать как шансы какие-то, это будет гораздо легче все это. И видеть постоянные перспективы какие-то, развитие какое-то, переплетать это все с гражданской какой-то работой, потом это вообще будет прекрасно. А приведи пример, какие ты видишь перспективы, потому что, ну, наверняка для многих это будет непонятно, а многие воспринимают войну как шанс, это, знаешь, сразу как бы там украсть что-то, например. Это же многие это делают. Ну, это как развитие себя, ну, я думаю, вот после войны обязательно там будут какие-то, ну, вот, когда эта война закончится, я думаю, мы все-таки будем приходить к такому нейтралитету. У нас в Европу, там ЕС, вот это все, я думаю, у нас будет особый нейтралитет у страны, то есть не такой, как у Швейцарии там, да, там, понимаете, да, у нас не будет такого нейтралитета. Я думаю, что у нас он какой-то будет, и у нас будут все-таки, нам нельзя будет останавливаться вот этот вот оборонный какой-то, оборонный, ну, не только оборонный, наступательный надо какой-то, да, там себе делать плацдарм какой-то. То есть я думаю, что, ну, это, как это, ну, украсть это точно нет. Я думаю, что вот будут какие-то организовываться, там, например, там, возьмем Запорожье, да, там, например, Запорожье, там, я просто как бы, я знаю, там сейчас организовываются ребята, Они помимо этих всех армий, помимо этого всего, они сами организовываются, сами прорабатывают над собой, работают постоянные движения, постоянные мысли про вот это, как работать в группах, делятся опытом, постоянные какие-то, вот, то есть это работа, это уже будут как бы бывшие военные, могут уже организовываться в какие-то, то есть если ты дембельнешься, да, уже ты проработанная как бы такая, как бы, ячеечка какая-то, группа большая. Это уже не простая охрана будет, да, ну, грубо говоря, да, это уже не простая охрана, уже такая высокооплачиваемая, такая нормальная, с нормальным каким-то уровнем, которое может действительно там обеспечить какую-то там серьезную там, ну, защиту, да, то есть в этом раскладе может, то есть в этом всем быть. То есть ты имеешь в виду просто условный там личностный рост, как бы, да, не более, не более. Да, 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 личностный рост, конечно, конечно. А что касается страны, а что касается всей страны, ну, многие высказывают же мнение, что типа, зачем нам нужно становиться полигоном в интересах там оружейных компаний мира, разве нам, нас устраивает судьба полигона? Ну, то мы, что бы там кто ни говорил, там, мы все равно будем этим полигоном, понимаете? Мы уже этот полигон, уже сколько лет, я не знаю, мы уже этот полигон, на нас тут все тестируется, и, я же говорю, по-разному это все. А если, допустим, по менеджменту какому-то подойти к этому вопросу, опять же, вы нам, вот это, вы у нас тестируете, да? То есть, не заставляя нас, а вы нам даете вот это, вот это, или, например, наши люди живут уже не на 450 евро беженцев, да, которые там, жены наши, да, там, уезжали за, там, в Угор, там, да, там, в Европу, да, и наши уже там, жены, дети, там, военных, например, уже живут не на 450 евро, там, да, насколько я знаю, там, 450 евро вроде, да, платят, вот. А уже там на гораздо больше, там, если это ты жена, там, военного, который, да, там, ну, всякие такие какие-то должны быть, вот, новые какие-то, я же говорю, новые какие-то перспективы, понимаете? Такое что-то должно быть, новое, не для всех, не общее. Я считаю, что вот, ну, полностью вам не могу, вот, прям, конкретно что-то сказать, я, честно, не продумывал, но, как для себя, я всегда это вижу как шанс, шанс в плане, да, личностного роста, шанс быть более или менее универсальным, вот, постоянные шансы, любую ситуацию расценивать как опыт, как универсальность, то есть быть готовой к любой ситуации, быть в любой ситуации готовым, и, в принципе, для гражданского, я думаю, для гражданских позиций это будет то же самое нужно, там точно такая же война, просто она чуть-чуть в другом ракурсе. Скажи, ты упомянул слово нейтралитет, мы, в принципе, не говорили перед эфиром вообще об этих вопросах, но интересно знать, а что думаешь ты и, может быть, другие люди в Збройных Силах прямо сейчас относительно, потенциального нейтралитета Украины, а вообще отказ от вступления в НАТО или отказ НАТО принять Украину в себя сейчас, здесь и сейчас, это как-то воспринимается вообще как нечто неприятное, как бы, как нечто такое, что существенно имеет значение для нас здесь и сейчас. Когда были большие удары, вот эти ракетные удары, все, помните, там по 100 ракет в день бывало, да, помните, там Днепр, вот это вот все, все переживали за это НАТО, скажем так, да, но все переживали, давайте же, ну, то есть будет НАТО, будет закрытое небо, будет, вот у нас была основа, да, то есть основная, когда у нас общество так, и кто-то так рассказывает, да, нам надо НАТО, нам надо НАТО, то есть оно закроет небо. Мы там просили, нас все равно никто не слышал, поэтому вопросы сняты. Сейчас, как бы, вопросов, я считаю, что мы настолько сильные, если честно, если нас опять дать нам нормальную идею, вот эту вот, и я еще с самого начала войны, да и до полномасштабки всегда это говорил, нам не нужны никакие ни НАТО, ничего. Я был на учениях, там, rapid trident, знаете, раньше было там в старычах этих, вербляны старычи, да они, ну как, ну да, у них там, ну как бы, да, у них там все, они там приезжают с американцами, там, с этими канадцами, да, у них все очень красиво, у них там пепси-кола, холодильник рядом, кондиционер, но нам такого, нам такого, я помню, знаете, какая ситуация была, мы пришли когда-то учиться, а там корректор, а там приходишь, и там, ну, надо писать, там, не надо собрать. либо не ручку брать, не тетрадку, там все вот, приходишь первый раз, и там все есть, корректоры, ну, все полностью, но ты же пописал и оставь ее, эту ручку, понимаешь, тетрадку, мы вот так пришли, ни одного корректора нет, ничего, все, ничего нема, больше у нас корпуса. У одного деда, я помню, так настроят, начинают эти ручки там же забирать, туда-сюда, у одного деда 8 корректоров, зачем этому деду 8 корректоров? Я вот так думал, говорю, слушай, я подошел, говорю, слушай, ну ты больной, я говорю, а зачем тебе такие 8 корректора вообще? Ну куда? Да я хотел там до дому порыдать, ну зачем они тебе там дома? Ну, понимаешь? Ну да, я считаю так, что у нас вообще отдельная, как бы у нас отдельная такая культура, мы не Россия, не НАТО, мы и не туда, и не сюда, нас все хотят куда-то склонить. Я считаю, нам надо пройти такой, вот эту вот мясорубку мы прошли, дай бог, чтобы она чуть-чуть еще тормознула, какое-то это, и больше мы, нам больше, в принципе, мое мнение, мы закалились, очень, ну знаете, как сталь, да, закалилась, и они нас должны тоже уважать и бояться. У них такое непросто, да они бы, не одна страна, да не одна страна не выдержала столько, сколько мы выдерживаем. Ну не одна, ну согласитесь. Ну что, Франция там, они там, я вот смотрел пресс-конференцию, там он что-то сидит, мы готовы. К чему они там готовы? Французский легион этот известный, типа, так это все, я когда-то хотел вступать туда, я там проходил там, ну там списывался там, когда-то мне хотелось там очень сильно воевать, там во французском легионе, там списывался там, Абания какая-то там, я не помню, что это какое-то там, уже мне там рассказывали весь этот спектр, как это все. Ну, так я посмотрел, так их там численность совсем там небольшая, там, ну, чем бы они встречали такую, как вот страну Россия, чем бы они встречали, да ничем. Захватились бы, сейчас бы, ну, опять то же самое делаем, мы хоть чуть-чуть, мы хоть чуть-чуть рыдаем, чуть просим и воюем. А они бы просто рыдали и просили. Так, а что касается нейтралитета нашего и отношения при этом к самой России, к стране-агрессору, к врагу, а как мы видим отношения с Россией типа нейтральной страной? Типа нейтральной страной? Ну, вот мы соблюдаем нейтралитет, что это значит на практике и обсуждается ли это среди военнослужащих, там, с тобой, может быть, есть личное мнение, что это может значить? Ну, я даже не знаю, бизнесы какие-то иметь вы имеете в виду, чтобы к России как-то... Я вообще, мне сейчас вообще сложно, честно говоря, отвечая на вопрос про нейтралитет, мне кажется, что все, что мы можем сказать про нейтралитет, это то, что, ну, допустим, да, мы там никуда не вступим, но получается, мы же будем явно агрессивной, вражеской, настроенной страной типа по отношению к россиянам. Или что-то другое может обсуждаться? Ну, в силу того, что, как бы, у нас они нам наделали столько горя, мы по-любому к ним нейтрально относиться не сможем. То есть, как бы, к ним относиться нейтрально, ну, это, ну, наверное, не сможем. Но, если будут какие-то варианты, я считаю, какого-то бизнеса, экономического подъема, да, ну, грубо говоря, да, каких-то там моментов, то есть, ну, как бы, это все равно надо как-то отстраивать. Если уже вариантов никаких нет, да, и все-таки можно на них там заработать, на этих россиянах, да, ну, там, на этих всех, то почему бы этого не сделать, например? Ну, я так считаю. Ну, один из вариантов такого, ну, понятно, что мы, типа, братским там уже, там, мне не надо было никогда с ними братским народом быть, если на то уже пошло. Ну, я никогда не, ну, я никогда не представлял, там, вот, что мне там поеду в Россию, там, у меня там никогда никого не было, там, ну, там, ну, как родственников, там, я никогда такого не, ну, я никогда не чувствовал, что я там какой-то там братский для меня народ. То, что там РТР, в детстве я там смотрел РТР, потому что у меня бабушка и дедушка, то, что я РТР НТВ смотрел, там Огонек, это ты там Аллу Пугачеву на огоньках этих голубых, ну это как бы воспринималось такое. Ну пришла такая беда. Ну типа, ну не знаю, конечно, в плане бизнеса для того, чтобы для нашей страны было выгодно, я бы, наверное, все-таки как бы дал бы скачуху. Ну какую-то скачуху, ну только чтобы это, например, этот бизнес и это все шло опять же в оборону, и мы все-таки как-то по чуть-чуть восстановили свои там территории, свои дома, города, там, ушло это там, какие-то центры реабилитации сделали там для ветеранов там, да. То есть вот если это будет вот такое, да, вот такое уравнение будет, и конец уравнения будет, после слова равно будет что-то хорошее для нас, и не будет там смертей больших, да, или вообще их не будет, было бы прекрасно, да. А будет какие-то там дипломатические, ну и бизнеса какие-то, да, то в принципе я даже, ну ничего против не имею. Ничего против не имею. То есть если это не будет конкретно там люди, которые нас уничтожали, да, участвовать в этих всех, ну каких-то там, да, а будут какие-то там высокие там бизнесмены там, ну там большие, да, там какие-то люди, которые умеют там договариваться там дипломатически. То есть если такой какой-то сектор какой-то этот открыть для этого всего, я думаю, что как бы у них там тоже голод какой-то на это, на нас, знаете. То есть мы сейчас можем, грубо говоря, если нам бы позволили какие-то там большие какие-то там компании давать им по чуть-чуть, но в три дорого, и в этом всем мы как бы понимать и дать этому всему, это было бы интересно, я считаю. Но это был бы спрос у них большой. Мы, грубо говоря, перекрывали за счет них наши же вопросы какие-то. Ну возможно, я не думаю, что это возможно. Ну, дружище, дивиться, это провокационный вопрос, я осознаю его провокационность. Я думаю, что имеет смысл плюс-минус подумать об этом всем после этого эфира. Наверняка будет куча отзывов самых разнообразных, в том числе и вам. Ну понятно. Кто-то будет что-то говорить, и это, наверное, возбудит дискуссию. Я просто впервые вообще слово нейтралитет поймал в наших эфирах случайно, да, как бы получается. Мы про это снова таки не сговаривались. И интересно, что действительно думается про это. Насколько мы чувствуем себя людьми, которые, ну или страной, народом, который способен быть относительно настолько масштабного врага, как Россия, сильным, самостоятельным и заслуживающим уважения действительно со всех сторон. Потому что, начиная эту войну, Россия однозначно никакого уважения к Украине и к украинскому народу, и тем более к украинским сбройным силам не имела, очевидно. На сегодняшний день очевидно, что ситуация как бы другая. Как бы россияне не, скажем, храбрились, как бы они не показывали, не продолжали показывать силу, какие бы завоевания у них не были, и дальше, да, которые происходят, те, с которых мы начали, в том числе по линии фронта. Все равно, я уверен, что они отдают себе отчет, какой ценой, какой огромной ценой им эти завоевания сегодня, скажем, даются. Вот. Спасибо за этот эфир. Я что хочу в конце эфира сказать. У вас же новый сбор. Я хочу его поддержать. Под этой трансляцией будет ссылка на прямой сбор Антона Черного на Мавике. Там сбор на 270 тысяч. Прошу поддержать. Снова-таки Антона, вот вы видите собственной персоной, и денежки прям к нему будут направляться. Я к этим деньгам снова-таки не имею никакого отношения, не касаюсь их руками. Я считаю, что это самый честный способ поддерживать сбройные силы сейчас на личные банки, контролируемые самими военнослужащими. Дружи, последняя реплика в этом эфире, крайняя. Говорите и заканчиваем. Что скажете? Я хотел еще, знаете, что отметить, вот недавно были похороны Александра Владимировича Цибрия, да? Хотелось бы отметить, это, может кто не знает, да, я знаю, вы присутствовали, да, с женой вы говорили, ездили. Присутствовало много, кто там, Притула, говорят, был, как бы... Я не видел, я видел, да, Деталия Ключкова была, я знаю, что Филатов был, да. Да, да, да. Хотелось бы сказать, со слов тех людей, к которым я верю, он как бы служил, воевал в составе 58-й бригады, я там кое-кого знаю, вот, и мне сказали так. Во-первых, этот человек был мэром Умани, во-вторых, он основатель партии «Пропозиция», да, и со слов людей он очень-очень сильно любил Украину. Очень-очень сильно любил Украину. Вот, и не только на показ это делал, а действительно, то есть, ну, говорят, вот Юрий Бутусов говорит то, что он говорил о том, что он снимал, это было, что при штурме человек погиб. Вот, и кстати, кстати, недавно я сегодня, по-моему, прочитал, не, я, по-моему, с мамой разговаривал, с мамой разговаривал, и она мне говорит, Антон, а почему нету никакой ответственности за то, что вот якобы поливали грязью перед этим Александром Владимировичем, так? Что он там, какой-то народный депутат говорил, что он не воюет, что он там еще какая-то, что еще какая-то. Да, Яценко, Антон Яценко. Яценко, вот, 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 она так и сказала, Яценко. Почему, говорит, нет, да, почему нет никаких этих, как оно, скажите, я скажу, называется, почему нет никаких, сейчас, только, почему нет никаких ответственности, должна быть какая-то ответственность, человек действительно в штурмах участвовал. То есть, грубо говоря, так разобраться, он далеко не простой человек. Мэр города, то есть, ну, уже совсем, да, люди его как уважали, сколько людей пришло, то есть, ну, то есть, еще и пропозит, ну, то есть, он как бы еще проукраинец такой был, то есть, настолько верил этому всему, и человек какой-то непонятный вообще взял и там его так как бы, ну, начал как бы на нем как бы или хайповать, или еще какая-то ирония, он не понимает. Вообще, таким людям надо все-таки благодарность какую-то относить, ну, преподносить и как бы, вот такие вот дела. Дружи, болезненная история, спасибо, что вспоминаете про это, спасибо, что интересуетесь тоже. Александр Владимирович, как бы, ну, как мы общались, дружили там, не так, конечно, близко, как многие с ним близкие дружили, но в последнее время общались, переписывались, не жаль, не удалось записать интервью совместно. Он несколько раз был у меня в студии, здесь мы общались. Что касается Яценко, там же длинная история, и Цибрия не пустили же на выборы, получается. Яценко это был тот, кто организовал двойников полных, это очень простая технология, берешь там людей, которые, скажем так, низкого социального достатка и ответственности, что называется, ну, короче, берешь бомжей, регистрируешь их под другим именем и идешь, отправляешь их в регистрацию в Центральную избирательную комиссию, чтобы они, значит, под твоим именем участвовали в выборах. И как бы вот Цибрия не пустили, то есть, как бы пустили его двойников на выборы, а его не пустили. Он просто не мог переизбраться, его не допустили под выборы. Какая ответственность за это должна быть? Это же чистое мошенничество, это же чистое... Ну, конечно, да. Да, это уголовное преступление. Почему Яценко, который называется там тендерной мафией, да, там всю жизнь, насколько я себя помню, Яценко это тендерная мафия? Почему у него нет никакой ответственности? Почему никто не несет за то, что никакие... несет ответственности за то, что никакие дела против него не расследуются? Он продолжает быть там... Да, да, конечно, точно, да. Большим человеком в этой стране все у него получается. А такие, как Цибрия, которые на нуле, никогда, я так понимаю, не стеснялся, не боялся идти ни в какие штурмы, он мне рассказывал очень большие истории. В том числе, ему же предложили в какой-то момент еще и возглавить Херсонскую ВЦА после освобождения Херсона. Нет, не именно не областную, а городскую ВЦА после освобождения Херсона. И он две недели туда поехал, на две недели поехал Цибри туда. Это то, что он мне лично рассказывал здесь. И через две недели он понял, что он должен будет подчиняться коррупционным правилам. Он сказал, я передумал, я поехал на ноль, я к пацанам. Это был вот такой человек. Поэтому что, вечная память, царствие небесное. И я могу только посоветовать в любом случае никому ничего не доказывать. Вот ни вам, ни кто еще, кто не участвует на нуле. Пожалуйста, никому ничего не доказывайте. Не пытайтесь, не ведитесь ни на какие провокации. Кто бы их не распространял, ваша жизнь намного дороже. А ваши дела говорят сами за себя и вашим побратимам, и нам, журналистам. Короче, все все знают. Все, кому надо, все все знают. А такие, как Яценко, надеюсь, не имеют будущего. И не будут иметь будущего никогда. Да, победим, победим. Слава Украине, героям слава. Героям слава. Да, дружи, спасибо за этот эфир. До встречи. Пока-пока. Давайте, да.